Здравствуйте, коллеги! Мой доклад посвящен Альту на мобильных устройствах и как такое решение является частью общей экосистемы Альтака и какую роль в этом всем играет технологическая безопасность. Что такое вообще проект Альтмобайл? В чем его суть и ключевые особенности? Во-первых, мы строим всю операционную систему, все базовые компоненты на свободном программном обеспечении. Говорить о безопасности, когда все закрыто и рассказывают, как все хорошо, ну, конечно, можно, но это немножко не то. Остаются закрытыми прошивки, допустим, для Wi-Fi-чипов, но это неизбежное зло, с которым уже ничего не поделать. Такая система – это обычный дистрибутив Альта, это не что-то, построенное на ОСПе, это не что-то, построенное на низкоуровневых компонентах Андроида, которые BSP называются, которые спрятаны под капот, снаружи оно выглядит как Альт. Нет, это самый обычный Linux, но на телефоне. И мы используем единую, открытую, полностью опубликованную пакетную базу для всей линейки устройств. Собственно говоря, давайте сейчас детальнее рассмотрим, почему мы не стали делать что-то связанное, основанное на ОСПе. Казалось бы, это открытый проект, поддерживается гигантское количество устройств, все привычно для пользователя, почему бы не взять и не сделать. Но если мы говорим о безопасности и суверенитете, возникает ряд проблем. Во-первых, весь ОСП принадлежит одному единственному юрлицу – это Google. И это юрлицо не из самой дружественной юрисдикции, оно не дает сообществу влиять на направление развития проекта. Поэтому, если выбрать такое решение, вы сразу автоматически оказываетесь в фарватере и можете только следовать за тем, куда они вас ведут. Во-вторых, даже для отправки патча, допустим, вы исправили какую-то проблему и хотите ее заобстримить, чтобы на своих плечах эти патчи не тянуть, то нужно подписывать CLA. Не DSO, как с ядром, например, и где вы просто подтверждаете, что вы автор, вы имеете право коммитить код, а CLA – это Contributor License Agreement, в котором вы все свои имущественные права передаете к Google. И там накладывается куча других ограничений, патентные, там еще, в общем, это тема для отдельного доклада, но в это все ввязываться не хочется. Это совсем другая экосистема. То есть экосистема Android, она построена по принципу, что устройство контролирует пользователя, устройство ограничивает пользователя, устройство говорит пользователю, как ему надо делать. Мы же хотим построить систему наоборот, где пользователь контролирует, владеет и управляет своим устройством. Ну и, естественно, с АОСПом еще та проблема, что юзерспейс там не Linux, и если есть желание интегрировать единую экосистему Linux, это тоже большая проблема. Мало того, то, что тут одно юрлицо, оно вообще может поменять в любой момент лицензию и отрезать всем, кому захочет доступ. Это пороховая бочка. Поэтому мы от такого подхода еще на этапе просто проектирования категорически отказались. Почему мы не используем, казалось бы, другую вещь? Ведь кроме вот этого АОСПа, внизу, в самой основе, лежит так называемая BSP – Board Support Package. Это, грубо говоря, загрузчик, ядро, низкоуровневые компоненты системы, поверх которых дальше натягивается уже что угодно. Это тоже популярный подход. Если в тот же реестр посмотреть, когда поверх вот таких BSP работают уже какие-то там Linux или другие среды. В чем проблема? Давайте обратимся к теории надежности. И вспомним, что ядро – это не маленький проект, а это 35 миллионов строк кода. Соответственно, чем старее этот код, тем больше в этом коде у вас уязвимостей. Сколько его ни фасти, сколько его ни подвергаете статическому анализу, все равно на таких масштабах большие числа работают. И чем старее программное обеспечение, тем оно уязвимее. Просто в силу своего возраста, в силу отставания по технологиям, было оно безопасным, пока спектра не было. Спектр появился, и все развалилось. Это просто как один пример. И кроме того, CVE, как нам вчера рассказывал в комментариях к одному докладу разработчик ядра, что CVE, они публикуются с задержкой. То есть коды справляют сразу, а CVE идет через некоторое время. И в итоге получается такая вещь, что если вы хотите по ядру оставаться безопасными, то сами разработчики ядра, например, Грег Крохартман, один из известнейших мейн-тренеров, они рекомендуют использовать последнюю LTS-ветку. Об этом говорилось на Open Source Summit в прошлом году в Японии. И там приводились такие цифры, что на момент публикации CVE именно в последней LTS-ветке они все закрыты. Поэтому мы не хотим сидеть на BSP. BSP – это очень старые обычно версии ядра, вендорские, где вендоры, откровенно говоря, на первом месте просто, чтобы оно работало на железе, и потом уже на втором, третьем, десятом вопрос о безопасности. Поэтому мы стараемся брать или абстримные ядра, или ядра, идущие параллельно абстриму, но актуальных версий. Соответственно, главное, что здесь надо понимать, это касается не только этого доклада, а в целом конференции, то, что старый софт – это уязвимый софт. Если мы не говорим о каких-то маленьких исключительных ситуациях, когда имбокс собрали под одну задачу, и там все это проанализировали, тщательно, минимальный объем кода, там другие правила. На больших числах, чем у вас старее софт, тем он уязвимее, поэтому, как писал Льюис Кэрролл, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. Именно это нужно делать в вопросах безопасности. Это постоянный бег, это непрерывный процесс. Соответственно, можно сказать, что вы идете против течения, все берут АОСК, БСПшки, а вы вот так сказали, Линуксы, только Линукс в чистом виде. Мы не одни такие. Если посмотреть на крупных производителей железа, ой, железо, извиняюсь, софта, то видно, что это Arch, Fedora, Manjaro, Debian, Alpine, Ubuntu, то есть их много, и все идут примерно тем же путем. Но у них у всех есть одна отличительная черта. Мобильная дистрибутива – это спин-оффы. То есть они не совсем на той кодовой базе, на которой основной дистрибутив, а там есть отдельные карманы, отдельные подрепозитории. То есть это не форк, это вполне официальный проект, но он идет параллельно основному, то, что называют разработки спин-офф. Мы же с самого начала, с самого зарождения проекта сделали его на ровно том же репозитории, на Сизифе, из которого растут и все остальные дистрибутивы. То есть это полностью единая экосистема. Соответственно, на каких принципах строится весь этот проект? Как я уже говорил, принцип то, что пользователь управляет системой, а не система пользователем. При этом при необходимости, если мы говорим о корпоративном применении, пользователем может рассматриваться контроллер домена и, соответственно, МДМ и все остальное отсюда идет. Вся базовая операционная система, то, что делаем мы, платформа, это на СПО, кроме фирмварь. Соответственно, пакетная база – это общий репозиторий, единый, единая инфраструктура сборки, наша собственная. Я о ней чуть позже скажу. И это полностью открытый процесс разработки. То есть мы не просто публикуем торговые, а в ГИТЕ просто актуальное состояние дел всегда может посмотреть, присоединиться. Сообщество, кстати, тоже достаточно активно реагирует и помогает на это все. Естественно, мы обстримим. Мы не просто что-то делаем себе, а мы это отправляем все в обстримы пакет. Что такое сборочная инфраструктура Альта? Ну, про это можно делать отдельный доклад. Я тут очень кратко скажу в контексте безопасности. То, что программное обеспечение, управляющие, которое все это делает, оно полностью свое, оно с нуля сделано. Это Джерар, оно опубликовано, можно сколько угодно анализировать и удитить. Это свой репозиторий, который не является клоном каких-то других. Это оригинальная разработка. Своя безопасная инфраструктура. Что здесь имеется в виду? На сборочных нодах там минимальный набор окружения и компоненты юзерспейса люди вычитывают вплоть до диффов, новых версий, когда они приходят. Там очень тщательно выполняется проверка. Я думаю, гораздо жестче, чем это прописано в ГОСТе. Я, конкретно вот в этой ситуации, например, проблема с XZ нас в принципе не коснулась, которая была и нашумевшая не так давно. У нас гарантируется воспроизводимость сборки из исходников и гарантируется замыкание графа зависимости всех объектных символов, всех пакетов, всех элементов, там, Perl, Python и так далее, на которые могут зависеть какие-то вещи. Вот такая фишка, она тоже есть как бы очень не во многих дистрибутивах. Я даже сходу не скажу, где еще. Значит, теперь немножко про мобильную систему. У нас в принципе нет ограничения, потому что вот только одну оболочку и ничего другого. Мы работаем над несколькими оболочками, но выбрали как основу фоуш. Надо с чего-то начинать, что-то делать. Что такое фоуш? Это phone shell, телефонная оболочка. Можно там на стендах уже два дня это все посмотреть. Она была выбрана за счет своей производительности, функциональности. Там умеренная кодовая база на C. Там поддерживается конвергентность интерфейса. Это я позже расскажу детальнее. Суть ее в том, что одно и то же приложение без каких-либо модификаций работает и на маленьком экране, динамически адаптируясь под него, на телефоне, допустим, и на большом экране, если это у вас десктоп, там ноутбук. Вы даже можете подключить через док-станцию большой монитор к телефону, перетащить мышкой, у вас приложение динамически адаптируется. Есть целая замечательная экосистема приложений, которые конвергентны по дизайну. Это Gnome Circle, Gnome Core, которые идут. И всеми этими вещами можно управлять посредством Decon, посредством DeSettings, там большое количество настроек, поддающихся. Вот пример, как это выглядит. Это приложение-кассета для прослушивания Яндекс.Музыки, свободное, кстати. Тут пример того, как оно выглядит на телефоне и после перетаскивания на большом экране. В общем-то, одно и то же самое. Значит, как конвергентный интерфейс реализуется? Ключевой компонент это Alibad Vaita библиотека, которая это все реализует. Идут технологии Gnome NGTK. В качестве языков основной это вала можно Rust использовать, Python, C, через Introspection, биндинги можно к чему угодно делать. Ключевой компонент это вот так, что-то у меня не бегает. Ну ладно, не просто. Значит, ключевой компонент это Alibad Vaita. По приложениям я детально останавливаться не буду, это к безопасности не имеет большого отношения, но ключевой момент какой. Основная функциональность покрывается родными приложениями, которые в репозитории, которые проходят определенные проверки. Соответственно, если кому-то очень хочется, потому что запросы такие есть, есть, ну, грубо говоря, эмулятор Android. Это не совсем эмулятор, это контейнер Vaitroid, где можно запускать, ну, допустим, какой-нибудь Яндекс.Такси, если мобильное приложение, если без него кто-то не может жить. Оно запускается, работает, оно изолировано в контейнере от остальной системы, но все равно это чужеродный элемент, и мы такой подход не очень рекомендуем. Соответственно, как выглядит экосистема приложений, значит, тут и игрушки, и карты, звонки, в общем, и это почти все, что есть здесь на изображении, это адаптивная интерфейс, то есть они автоматически работают на разных экранах. Что у нас еще интересного с точки зрения безопасности? У нас есть доменная интеграция всех устройств, то есть их можно ввести в домен, и уже из домена ими управлять, применять к ним групповые политики, там доступно огромное количество настроек, которыми можно крутить, вот сегодня утром мне коллеги уточнили, что в образе из коробки, который идет с минимальным набором программного обеспечения, 1240 параметров. Соответственно, если доставлять программы, это все будет кратно расти, это все управляемо, это все подчиняется при необходимости корпоративной политики. И мы даже игровые консоли взяли, точно так же ввели в домен, и точно так же можно этим всем управлять. Значит, спектр устройств сейчас, где это все применяется, он уже достаточно широкий класс покрывает, это и телефоны, и планшеты, и консоли. Потом консоли можно купить в самых обычных магазинах, конечно, из коробки там сейчас альта нет, но это все можно поставить, инструкции по установке есть. Вот. Соответственно, что я хочу сказать в заключении своего доклада, то, что наше решение Alt Mobile, это самый обычный Linux, но работающий на мобильных устройствах. В итоге пользователи имеют одинаковые возможности, одинаковые ожидания от всего спектра устройств, от телефона до сервера, и все механизмы безопасности, которые есть, допустим, Alt HA, Hardening, ядра, это все работает и на мобильных. Соответственно, за счет того, что свободное программное обеспечение используется, можно очень гибко на это все влиять. Можно это все обстримить, мы уже обстримим в тот же Posh, например, исправление, и, соответственно, процесс обстрима, он же снимает нагрузку с разработки. И, естественно, безопасность таких решений, она без суверенитета репозиторий, инфраструктуры, как бы в целом пакетной базы, она невозможна. Я хотел бы закончить свой доклад словами одного из выдающихся криптографов современности Брюса Шнайера, что безопасность это не результат, безопасность это процесс. И очень важно помнить, когда делаете всякие ГАСТы, всякие регламенты, сертификации и так далее, что оно не должно серьезным образом ухудшать процесс обновления и поддержки в актуальных версиях программного обеспечения, потому что в погоне за умалом можно потерять его большим. Спасибо. Спасибо, большое вопрос. Спасибо за доклад. Значит, безопасность это, безусловно, приоритет, но вот, как мне кажется, в данном случае более даже важно ритмичность работы. Мерили ли вы производительность как-то, например, на играх, сравнивались ли вы с андроидом, вообще что-то по этому поводу, по поводу производительности. Смотрите, ну, по производительности у нас главные вопросы, которые есть, связаны с тем, что из-за ограниченного, то есть у нас ограниченный спектр аппаратного обеспечения, на котором мы работаем, потому что у нас очень жесткие требования к тому, чтобы это все поддерживалось в ядрах открытых. Соответственно, железо это не самое новое. Конечно, если сравнивать это железо с топовыми моделями, оно будет по производительности отставать. Вот, если сравнивать на точно том же оборудовании, ну, каких-то прям количественных сравнений мы не делали, качественно, в принципе, из того, что люди смотрели, там, ну, шоу на мой. Да, спасибо за доклад, вот, очень хорошая тема. Ну, единственное, что я вот от рабочих железа, и вопрос такой, вы отказываетесь от БСП полностью, то есть вы отказываетесь от БСП? Нет, 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 я вас поправлю, мы не от БСП отказываемся, мы отказываемся от закрытых БСП. Они все закрыты, китайцы все закрыты, на пенессе. Не все, но большая часть, смотрите, в чем дело, с БСП еще такая проблема, БСП, в том числе, ядро, да, ядро это что такое, ГПЛ, вы не можете взять, легально закрыть ГПЛ. Ну, китайцы с вами не согласятся, вот, просто, ну, мы разрабатываем устройства разные, наша практика такая, что огромное количество всего закрытого, если вы от этого отказываетесь, вы теряете огромный пул устройств, ну, то есть вы не можете на все выпускать свои бренды. Понимаете, за все нужно платить, да, я описал, какие принципы в проекте заложены, естественно, это ограничивает спектр железа, но, железо есть, и его количество растет. Да, то есть у вас какие планы, вы сами будете поддерживать что-то еще, или брать там только то, что постмаркет поддерживает, то есть вот есть там какие-то... У нас есть то, что постмаркет не поддерживает, есть. Ну, то есть вы планируете пилить свою поддержку, соответственно, какую-то там, давай, там делать, потихоньку, да, потихоньку расширяется список породов. Хорошо, спасибо за ответ. Тут еще смотрите, какая вещь, даже когда БСП закрыто, как, допустим, срокчиком было, если сообщество достаточно, оно достаточно хорошо реверсится все, вот, это тоже путь. Еще несколько, вот одно время, еще в 20-м году, как-то грозились выпустить, так сказать, наш ромос. Раздумали или как? В смысле, альт грозился? Ну, вокруг. Я, честно говоря, не понимаю, о чем вопрос, я в этой истории не участвовал. Понял. Там делали аналоги на базе Альта, делали и Бессонов, у него там были проекты какие-то. Я думаю, он никак не отвечает. Это не связано никак. А, просто пакет на основе Альта. А вот проект FightOS, то есть, это та же хромос, но с поддержкой нативной андроида. Какой проект еще раз? FightOS, по-моему, так это называется. Впервые слышу. Я не знаю что. Попробуйте догадаться. Это интересный квест, вспоминаем. Что это может на самом деле значить? Это, ну, опять же, реинкарнация хромоса, но с поддержкой нативной андроиды. Скорее всего, какие-то андроиды, что... Понимаете, тут вопрос в том, что у него под капотом. Хромос, это, по сути дела, юзерспейс на базе сборочной инфраструктуры Генту и засунутого туда браузера, который работает, как все приложения. Самый главный вопрос, что под капотом у этих всех зверей. На чем они работают в качестве... Нет. Что у них с ядром, что у них с загрузчиком. Какой там загрузчик, какое ядро? Стандартный. Это ставится на все, что угодно. Ну, вот, без этой информации нельзя предметно обсуждать вопросы. Это дипиан, хотя и пожилой, но с... Скорее всего, вы сейчас говорите про оси, которые Android x86, которые ставятся на x86, нет? Или именно армовые? Хорошо. Ну, вы про армовые оси говорите, или про x86? Ну, x86, а это армовые? Это армовые? Да, смотрите, я немножко уточню. Мы не ограничиваемся одним армом, у нас есть сборки под RISC-5, у нас есть сборки под x86. А устройство-то есть? Ну, RISC-5, в принципе, прототипы, они готовятся. По x86 там можно на любом запустить, где стандартное ядро работает. Просто самое интересное, это, конечно, Arch64. Ну, на самом деле, то есть все, что людей сейчас интересует, это какие старые телефоны можно вкатить? Люди спрашивают, скачать, на какие старые телефоны это вкатить? И будет ли что-то из софта, кроме телеграмма и двух приложений? То есть, что вы можете поставить? софт будет весь тот же, а заработает или нет, зависит от того, есть ли, грубо говоря, в обстримном ядре поддержка вашего старого телефона. Вот и все. Софт весь тот же, в смысле, вы просто все, что вы подачи собрали, вы можете подачи оставить и как-то с этим мучиться, да? Нет, смотрите, софт, пакет, который собран, вот если у вас ядро загрузилось и работает на железе, да, то софт там для звонков, ну, не знаю, браузера, читалки там, фото делать, оно не зависит от железа. По-моему, там был какой-то особый софт, там, не знаю, Telegram специальный, там, это что-то там специальное, это мобильная версия есть. Ну, смотрите, я же говорил про адаптивный интерфейс. Да, часть из них, да, но... Вот, у Telegram конкретно сейчас интерфейс не адаптивный, используется Telegram Desktop. Там существует разработка клиента другого, да. Но она пока так себе. Вот, но Telegram Desktop вполне, на самом деле, пригоден к использованию, я сам каждый день пользуюсь. То есть, это не просто какая-то разработка в вакууме. Я три года такой телефон, сам лично, как основной смартфон, использую. Ну, что ж, вопрос тогда, Футрий? Артем Быстров, скорее не вопрос, а комментарий, по поводу производительности. Собственно говоря, могу сказать, что на тех же самых анберниках RJ555, которые были продемонстрированы на слайде, игровые приставочки, и на PIMEFON PRO тот же самый Xanotic, шутер от первого лица, такой квейк на стероидах, на депутатных настройках бегает стабильно, там, 55-60 кадров в секунду. То есть, так же, как и на ПК. То же самое касается и SuperTuxKart, и всех других остальных игрушек. То есть, аппаратные ускорения графики, обработка 3D, все это вполне нормально, штатно работает. И Семен Фомченков, Bazalt SPO, я хотел по поводу софта дополнить. В принципе, основа это FOSH, и вы можете зайти на Flatpak, раскатить себе систему с Gnome, неважно, это Fedora, регулярка, альта, любой софт открыть, сжать его по ширине, и вы можете сразу понять, будет оно работать на телефоне или нет. Сейчас такого софта очень много, потому что Gnome активно поддерживает разработку такого софта. Каждые полгода, либо два, это дополняется огромный инструментарий касаемо софта. Поэтому я думаю, с софтом, особенно основанных на open source проектах, к примеру, карты, либо погода, с ним вообще сейчас уже проблем, я думаю, ближайшее время не будет. Единственная проблема, это альфа-банки, но уже сейчас все из-за ситуации с Apple разработали свои веб-приложения, поэтому их тоже можно использовать. А браузер с русскими этими сертификатами не впилили? И чтобы приложение тоже там... Есть. В браузере с коробки, а в дистрибутиве вообще с коробки российские сертификаты установлены. И они в этот телефон приедут? Они есть. Все, вот мы нашли уникальное как раз фишку. Да, и самое главное, не различается. Здесь вся система, это тот же CZ, что вы поставите себе на компьютер. И все те же приложения. Тот же Telegram Desktop, он в принципе, я его тоже спокойно использую. Леонид Кантер, Анферит. Сейчас современную мобильную платформу тяжело представить без API-пуш-сообщений. Как с этим углом обстоит? Смотрите, ну, эта тема на самом деле для отдельного доклада. Вы не забывайте, что пуш-сообщения работают через внешний сервер, который управляется внешней организацией. То есть на самом деле, если у вас, например, Android, все ваши пуши идут через Google. Все идет через него. Я иконовский, я через Apple. Естественно, у нас этого нет. Мы инфраструктуру пуши не предоставляем. У нас весь смысл в том, чтобы можно было независимое решение делать. При необходимости, если очень хочется, какой-то аналог можно, но понимаете, тут вопрос, а где эти сервера будут работать? Кто их будет контролировать? Вопрос, есть ли поддержка на уровне прикладного софта? То есть, на уровне софта? Почтовые клиенты и прочее, они должны поддерживать API, а иначе это все приведет просто к большому расходу батареи на каждое TCP-соединение. Я думаю, что сейчас в большинстве софта нет такого. Но я не исследовал этот вопрос, честно говоря. Я хотел бы дополнить по поводу всяких пушей. Это действительно проблема софта, и это важно, чтобы сам Linux через дебас реализовал такую функцию, потому что поп-апы всякие, они есть. А самим может сделать маленький агент, который получает вот это все, и дебас забрасывает? Потому что веб-пуши, они как-то же реализованы веб-браузерами. Но через веб-ртюси они удобны. Ну, то есть, вообще-то, видите, квест производителям, тот, кто первый поднимет инфраструктуру для вот этого всего, и маленький агент напишет, он, в общем, получит кассу, да? То есть, пересоберите все в этот фош, и будет настоящий, наконец, российский телефон, про который все уже вот сделано. Альт, видите, устраняется. Так что, давайте. Вопросы еще есть? Или аплодисменты? Аплодисменты, посмотрите обязательно на работающий телефон. Можно я еще скажу парочку слов? Вот сейчас есть два, в общем-то, противопоставящих, ну, скажем так, лагеря, то есть, те, кто использует чистый Linux, это вот мы сейчас видели Альт. Мы, как компания Роса, у нас тоже есть свой телефон, наша Роса Мобайл, она сделана на основе нашей сборочницы, нашего репозитория, ну, и, по сути, тоже часть приложений, которые работают на десктопе, они работают и на телефоне. И, кстати, у нас уже есть души, так что... Просто, когда вы с фонтом выходили вот год назад, как раз вот так вот это, там ваш PDF, который вы спрятали потом от людей, но слуха у него осталась, и интернет все помнит. Там вот было, я запомнил, что там вот четыре приложения, один из них... Это была совсем, конечно, старая версия, но реформировала сейчас.